В начале выпуска цифра дня. 740 миллиардов рублей. Такова сейчас просрочка по кредитам предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает агентство Sequoia Credit Consolidation. Долг вырос на 46%. При этом новые кредиты стали почти недоступны, что ставит многих на грань банкротства. Эксперты уверены, из-за убытков и ужесточений требований со стороны банков, кризис могут не пережить до половины малых и средних предприятий. На канале ОТС время деловых новостей с последними событиями экономики нашего региона и страны в целом. Познакомлю вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. А вот многие россияне, например, из-за снизившейся доступности кредитов в банках стали брать деньги в ломбардах под залог драгоценностей и электроники. Участники рынка отмечают, что ломбарды это индикатор экономики. Чем больше у них клиентов, тем хуже идут дела. Сейчас банки и даже микрофинансовые организации стали тщательнее проверять будущих заемщиков. При этом люди реально начали закладывать ломбарды существенно больше, чем в кризис 2008 года. Доля малого и среднего бизнеса в госзакупках выросла до 24%. Сейчас, согласно постановлению правительства, компания должна заказывать товаров у этого сегмента не менее 10%. В планах увеличить квоту до 15%. Подробнее об этом в рубрике «Мнение эксперта» расскажет Александр Браверман, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Квота, если она достигнет к концу года, и мы не поломаем тренд, то мы можем выйти на триллион рублей. Еще раз, проблема состоит уже не в раскрытом спросе. Проблема состоит в удовлетворении этого спроса субъектами среднего и малого предпринимательства. Малого и среднего можно в любом порядке. Если говорить о высокотехнологичной продукции, то, конечно, это средние, больше посредние, средние компании. 15% она возможна по результатам анализа того, что произошло за год. Не является ли это навязыванием корпорациям? Удовлетворены ли они? Ведь то, что дают субъекты среднего и малого предпринимательства, это часть того, что ложится в конечную продукцию. У нас нет задачи перераспределения ресурсов между двумя секторами бизнеса, крупным и малым и средним. А есть задача эффективности. Вот это критически важно. Если это эффективно, значит квоту надо увеличивать. Российский авторынок упал до 10-летнего минимума. По итогам апреля продажи легковушек в стране сократились на 8,5%, сообщает агентство «Автостат». Тем не менее, аналитики заметили такую тенденцию, что россияне все больше интересуются отечественными авто. По итогам апреля три российских бренда вошли в топ-10 продаж по стране. Лидером рынка стала «Лада». Всего автосалоны продали почти 25 тысяч легковушек. Прирост по сравнению с прошлым годом – 8%. Машины марки «Газ» разошлись тиражом в 5 тысяч. Здесь темпы продаж увеличились на 12%. А на 10-й строчке оказался «УАЗ», результат которого составил 4000 единиц. На сегодня доля отечественных авто на рынке оценивается экспертами в 28%. Зато ездить стали меньше. Впервые за 15 лет в России снизилось потребление бензина. Об этом сообщает компания «Вижен Консалтинг». Падение темпа в покупке топлива относительно небольшое – 1,3%. Правда, такого аналитики не отмечали с начала двухтысячных. Причины очевидны – рекордное падение покупки автомобилей в стране и повышение стоимости акцизов на топливо. По оценкам аналитиков компании, потребление бензина в России к концу года продолжится и составит около 4%. А стоимость топлива на заправках вырастет на 7%. Хватит ли? В апреле стоимость минимального набора продуктов питания новосибирцев составила почти 4000 рублей. Посчитали в Новосибирск, кстати. По сравнению с мартом она выросла на полпроцента. Корзина рассчитана по средним ценам на продукты в Новосибирской области, а также по нормам потребления. По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия. Они занимают больше четверти всех продуктов, мяса – 18%, а вот сладкого – немного. Кондитерские изделия занимают лишь 3% в утвержденном списке. Рубль в ближайшие три года не будет меняться, при условии, что стоимость нефти на бирже не опустится ниже 40 долларов за баррель. Такое мнение выразил Антон Силуанов, министр финансов страны. Также чиновник дал оценку действующим санкциям по отношению к России. Цитата дня. Эффекты, которые наши коллеги за рубежом ожидали достичь от введения санкций, не сработали. Местные и западные предприниматели потеряли часть доходов и выручки от неинвестирования. Инвестиции в Россию всегда были доходными и надежными. Конец цитаты. Это были деловые новости на канале ОТС. На этом мы заканчиваем выпуск. Оставайтесь с нами. Будет интересно. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова